Осень – это не повод отказывать себе в летних удовольствиях. Впереди бабье лето. Подходящее время для отдыха на природе в прикуску с шашлыком. Наш корреспондент Анна Троян разбиралась в рецептах мясного блюда. Сейчас надо проверить качество, запах мяса и купить лаваш обязательно. Мы поджарим лаваш и будет очень-очень вкусно. Мясо должно быть свежим. Принцип номер один. Насколько вкусным получится шашлычок, зависит от качества продуктов. Эксперт в кавказских блюдах Михаил Давыдов рекомендует покупать продукты исключительно на рынке. При выборе всегда обращает внимание на внешний вид. Мясо не должно быть заветренным или рыхлым и обязательно пользуется обонянием. Свежее мясо всегда пахнет молоком. Да, вот хорошо, крутое мясо. Вот его возьмем. Если мясо выбирать, то мясо выбирается под шашлык всегда с красным оттенком. Это в первую очередь для того, чтобы он был сочный и вкусный. Если нет у вас никаких диет и всего прочего. Да, шашлык отнюдь не диетическое блюдо. Желающим сберечь фигуру и получить удовольствие от застолья советуем делать блюдо из птицы. Самый вкусный и сочный из филе бедра индейки. Или запеките рыбу. Но Михаилу проблемы с лишним весом не грозят. Берет красное мясо. Какое мясо больше всего подойдет? Вот на шашлык, чтобы было вкусно. Для шашлыка лучше взять шейку свиною для шашлычка. Потому что там будут такие прожилочки жировые для сочности которые. Или же можно в принципе и кострить, и яблочко. Но оно немножечко будет посушее и по цене более приемлемое. Из говядины я лучше бы советовала вырезку говяжью. Ее очень удобно резить на стейке. Из баранины мы тоже возьмем лучше корейку. Она чуть подороже, но она и быстро промаринуется у вас, и быстро прожарится. Три варианта и все по-своему хороши. Так что в итоге? Баранина, говядина или свинина? Мы, наверное, возьмем свинину. Теперь делиться своими секретами предстоит нашему герою. Михаил, выдавайте все шашлычные секреты. Мой дед готовил шашлык, мой отец готовил шашлык. И я сегодня для вас приготовлю самый вкусный шашлык в мире. Три вида маринада, три уровня сложности готовки и три разных вкуса. Первый рецепт от Михаила Давыдова авторский, семейный. Чтобы приготовить такой шашлык, нужно взять небольшую банку сметаны, добавить его в мясо, посолить, поперчить обязательно, добавить лучка и добавить обязательно такие специи, как чабрец. Он придает ароматный вкус для мяса. И, конечно же, в мой шашлык я добавлю секретный ингредиент. Это киви. Он сделает мясо мягким и вкусным. Маринуйте мясо недолго, не больше часа. А вот рецепт для тех, кто не любит заморачиваться. На скорую руку. Здесь нет никаких изысков. Обычная газированная вода, лук, соль, перец и все. И третий вариант – уже замаринованный шашлык. Наш герой не рекомендует брать кота в мешке. То есть мясо в ведре из магазина. Лучше – на рынке или в мясной лавке. Чтобы приготовить самый лучший шашлык, должно быть вкусное мясо, хороший маринад и золотые руки. А чем вооружить золотые руки? Шампуры или решетка? Принципиальной разницы здесь нет. Главное – плотно уложить куски друг к другу, чтобы мясо не отдавало сок. Так считает наш эксперт. Кстати, кусочки должны быть средние или большие. Маленькие – сгорят. Ну что, пробуем? Меня очень порадовал покупной шашлык, потому что здесь я чувствую нотки лимона, и это дает определенную свежесть. Лидерами кулинарного эксперимента стали авторские и классические рецепты. Кардинально разные и оба пальчики оближешь. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.